Постепенный переход на современные стандарты обучения, сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей. Все эти задачи прописаны в нашей новой школе. Особое место в ней занимает забота о техническом оснащении образовательных учреждений. Так в школы продолжают закупать компьютерную технику, мультимедийное оборудование, интерактивные доски и проекторы для оснащения кабинетов начальных классов. Близятся перемены и в жизни учителей. С 1 сентября им повысят зарплату до среднего городского уровня. Это чуть больше 27 тысяч рублей. Но повышение это будет не у каждого учителя одинаково. Здесь зависит от качества работы учителя, от той работы, которую он дает по предмету вне классной, от того, каковы коммуникативные успехи. На Колпинском педсовете прозвучали доклады заведующих детскими садами, директоров школ и учителей. Были озвучены и новости, которые коснутся целых преподавательских и учебных коллективов. На капитальный ремонт закрываются две школы. Номер 451 в поселке Металлострой и 258 с углубленным изучением физики и химии в Колпино. В конце года в городе появится новая коррекционная школа на улице Павловской. Снова звенит звонок и снова начинается учебный год. Первоклашек в 454-й школе встретили как полагается. На торжественной линейке в актовом зале их поздравила и директор школы Татьяна Ларионова, и заместитель главы администрации Колпинского района Вера Мазур. Выступаем в замечательную, интереснейшую, новую жизнь, школьную жизнь. Школы Колпинского района открыли свои двери для 14,5 тысяч учеников. 1 сентября – праздник, который что-то значит для любого человека. Для студентов-первокурсников – день знаний, шаг к профессии и успехам в новой взрослой жизни. Для первоклассников – это начало большого пути в бесконечный мир знаний. Первый учебный день остается в памяти каждого человека. Особое внимание на торжественной линейке директор 454-й школы уделила будущим выпускникам. В 454-й школе уже много лет работают кадетские классы. Помимо обязательной общеобразовательной программы, юные спасатели получают здесь серьезную военно-спортивную подготовку. Их обучение длится 4 года – с 8 по 11 класс. Кадеты-выпускники умеют накладывать повязки любой сложности, делать искусственное дыхание, ориентироваться в лесу и даже прыгать с парашютом. Поначалу было тяжело, а потом уже привыкаешь и становится легко и интересно. Мне очень нравится учиться в этом классе, так как тут я обрел много новых друзей, узнал очень много нового, что, несомненно, пригодится мне в моей дальнейшей жизни и, надеюсь, карьере. Новый губернатор Георгий Полтавченко в праздничном обращении особенно подчеркнул достоинства петербургских школ. По его мнению, одних из самых сильных в России. Поддержка образования – неизменная стратегия Санкт-Петербурга. В День знаний в городе открылись 6 новых школ и 11 детских садов. До конца года будут построены еще 4 школы и 20 детских садов. Артем Поттер, Руслан Бичурин. Новости Кулпинского района.